Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, как мы анонсировали экономист Евгений Зайцев. У нас на прямой связи посредством скайпа. Доброе утро. Доброе утро. Обязательно мы поговорим на очень актуальную тему, какие налоговые изменения ждут, ну, по крайней мере, зато многих жителей Латвии с 1 января. Но не могу не спросить по поводу самой, наверное, актуальной проблемы для всех жителей Латвии, вне зависимости, наверное, даже от социального статуса. Речь идет о безудежном росте тарифов на электричество, отопление, газ. Понятно, что по цепочке растут цены на все товары и услуги. Но вот говоря о тех действиях, которые могло предпринять и государство, здесь вот копия ломается, имело ли смысл снижать ставку НДС на газ и электричество, что, кстати, предлагала и Министерство экономики, и оппозиция все ими. Вот ваше мнение, вы сторонник таких мер или нужно искать другие способы и не трогать налоговые ставки? Ну, дело в том, что то, что мы сегодня имеем, это результат предыдущей политики. Реализация на сто с лишним процентов требований Евросоюза по так называемой либерализации цен. Сначала электроэнергии у нас разделили на составляющие, выделили УИК, заставили нас покупать электричество через биржу. То есть создали видимость рыночной экономики в энергосекторе. Точно такое же произошло два года назад в секторе поставки газа. Разделили хозяйство Латвии с газа, заставили принудительно разделить его на три составляющие. И сегодня опять-таки заставляют покупать газ уже не у Латвии с газа напрямую, как это было до сих пор, а на рынке. И отсюда вот эти безудержный рост цен на электричество и безудержный рост цен на газ. Я напомню, что главный представитель продажи газа потребителям объявил, что со следующего года, с 1 января, для тех, кто использует в большом объеме газ, цена возрастает на 93%. Почти в два раза. Это автоматически дальше приведет к тому, что подрастет стоимость тепла в больших городах, где газ используется для производства отопления. И опять-таки там, где газ используется для производства электроэнергии. То есть это вот такая закономерность. Она есть в Европе, с одной стороны. Ну, на нас в Латвии это решение нашего правительства выполнить директивы. С другой стороны, это первый звонок уже для всей Европы о несостоятельности концепции зеленой экономики. Это очень серьезный звонок несостоятельности этой концепции. Да, вот что касается вообще таких концептуальных вопросов, на днях она тоже поднималась, даже в передаче «Домбурс» и «Красно-треклады» об отсутствии такой внятной энергетической политики. Я думаю, что и с налоговой политикой у нас постоянно шатание из одной крайности в другую. Совершенно верно. Вот вы спрашивали, что делать с ростом цен. То есть сейчас у нас инфляция, которую мы сегодня имеем, это результат повышения акциза в начале 2021 года. Это еще не результат повышения цен на электричество и на газ. Эта инфляция у нас еще впереди. И в этих условиях, в отличие от Эстонии, которая думает, как же спасти свои предприятия от банкротства, о дотациях, о помощи, о снижении ставок налогов, наше правительство изобразило и сказало, что деньги кончились. Хотя мы помним, что весной нам говорили и летом нам говорили, что денег так много, что как никогда, бери, не хочу. Но оказывается, что денег нет даже для выплат сейчас по поддержке по локдауну. И денег нет, как заявил министр финансов, господин Рейерс, нет денег, чтобы решать вопрос о снижении ставок налогов. Хотя в этой ситуации, как сейчас, надо было бы снизить ставку НДС на все продовольственные товары. Абсолютно на все продовольственные товары и, возможно, на услуги населению электричества, газ. Снижение ставки НДС на электричество и газ дает не очень большой эффект. Но если параллельно снизить цены на продовольствие и проконтролировать, вот здесь главный фактор – контроль со стороны государства. У налоговой инспекции для этого сегодня есть все электронные инструменты для того, чтобы убедиться, что после снижения ставки НДС все торговые сети, соответственно, снизили стоимость товара. Вот если это сделать, то эффект будет, людям станет немножко легче. И самое смешное – через где-то полгода будет увеличение сбора НДС в бюджет. Но это у нас не понимают в правительстве. Здесь еще такой вопрос. Вроде бы он с точки зрения законов экономики закономерный, но тем не менее всегда есть такая дилемма. Мы помним, что еще год тому назад во время так называемой первой волны пандемии правительство упрекали в том, что она, мягко говоря, не очень поддерживает и бизнес, и наемных работников. То есть вводятся те или иные ограничения, которые фактически препятствуют нормальной предпринимательской деятельности, а поддержка мизерная на таких условиях, где просто большинство даже не могут квалифицироваться. Ну какие-то определенные выводы были сделаны, с этим нельзя, наверное, не согласиться. И раздача денег произошла. Кто-то даже начал говорить о том, что вот начали сбрасывать чуть ли не деньги с вертолета. Это, помнишь, это вот история, где вот 200 евро пенсионерам одновременно, единовременное пособие на каждого ребенка 500 евро, и многие такие вот сторонники жесткой фискальной линии сказали, ну вот мы сами стимулируем инфляцию. Вот что же делать? Есть ли какая-то вот такая золотая середина? Золотая середина есть, если все затягивают пояса. К сожалению, пояса у нас затягивает бизнес, частный сектор, физические лица, те же пенсионеры и так далее, семьи с детьми, то есть те, у кого традиционно не такие высокие доходы. Правительство не понимает, что нужно затянуть пояса, и утвердив годовой бюджет следующего года, то есть 22-го года, там предусмотрели стандартное повышение зарплат в связи с тем, что средняя зарплата в стране выросла. А средняя зарплата в стране у нас средняя по больнице вырастает, потому что в государственном секторе, в общественном секторе увеличивается зарплата, и она дает очень сильное влияние на средние показатели зарплаты по стране. Но то же самое несостоятельность и повышение зарплат мы видим как в Рижской Думе, так и в некоторых вновь созданных самоуправлениях. После выборов прозвучали цифры огромной зарплаты депутатов в небольших самоуправлениях, что опять-таки говорит о том, что у нас люди врутся в политику и власть как в кормушку, а не для того, чтобы выполнить свои задачи политика, который должен заботиться о стране и населении. Но это наша беда, это то, чем Латвия отличается от Литвы и от Эстонии за последние 30 лет, к сожалению. Да. Вот говоря еще, может быть, о таком интересном, не знаю, от нашей концепции экономического развития, все время мы выступаем против тех или иных действий, допустим, России в газовой сфере, но тем не менее у нас все равно основной поставщик через наши компании – это «Газпром». И вот, может быть, здесь тоже есть какая-то совершенная непоследовательность? Ну, совершенно верно. В экономике есть несколько факторов, которые нужно всегда учитывать, против которых бесполезно бороться. Один из главных факторов – это географическое положение. И предыдущие капиталовложения, предыдущие инвестиции. Латвия находится между Востоком и Западом. Хотим, не хотим, у нас самая большая граница с Россией. У нас нету прямой границы со странами Евросоюза, кроме Литвы и Эстонии, то есть это наши соседи ближайшие. Во-вторых, мы имеем и пользуемся до сих пор той инфраструктурой, которую создали во времена оккупации. Вот это проклятое наследие оккупации в виде газопровода, в виде линии электропередач и так далее, они все были настроены и соединены с восточной, общесоюзной, сегодня общероссийской системой как газового снабжения, так и электроснабжения. Наши политики подсуетились, выполнили директивы Евросоюза и умудрились каким-то образом переключить электричество на западные электросети. Насколько я понимаю, мы теперь зависим по электричеству больше не от России, а от Польши, которая имеет подводку, вроде бы подводный кабель из Скандинавии. Но опять-таки зеленая экономика Скандинавии, у них эти фриорные приливные электростанции, гидроэлектростанции, они дают избыток электричества, но в силу жары, которая была летом, объем электричества падает, дальше наступает зима, холода, подмораживает, опять-таки проблема с потреблением с объемом электричества. В этих условиях у нас всегда спасал электричество, которое является избыточным в России и на ее территории в восточных областях Сибири, где в это время ночь, а у нас день. И для этого были построены большие лэпы, которые позволяли перегонять излишнее электричество, чтобы крупные гидроэлектростанции, которые находятся в Восточной Сибири, чтобы они снабжали европейскую часть Советского Союза. То есть вот то, что мы имеем, то имеется. И этот географический фактор надо учитывать. Но наше правительство всеми силами против него борется, потому что у нас главный враг — это Россия. Результат налицо. Мы потеряли транзит наших портов, по сути дела. Наши порты сегодня, Лепа, Венспилс, Рига, да, работают еще, но объем очень небольшой. Кроме того, надо понимать, что мы не являемся воротами для Европы. Мы не можем получать грузы для Европы. Нам это невыгодно, потому что здесь тупик. Все, что мы можем отправлять, это грузы в Европу и другие страны мира. Они должны приходить с востока. Их теперь нет. Наша железная дорога четко об этом говорит, кричит уже третий год подряд, сокращая работников. И вот они действуют разумно. Они в первую очередь сокращают управленческий персонал, а не рядовых работников, потому что они понимают, если не сократят обходчиков, путейцев и так далее, то на железной дороге можно будет поставить крест. Все-таки железная дорога требует поддержания, и для этого нужны технические работники. Да, еще один такой вопрос, перед тем, как мы перейдем к налогам. Он связан с бюджетом, о котором вы упомянули. Бюджет следующего года с таким непривычно высоким для Латвии дефицитом. Там 4,2, если не ошибаюсь, и 4,4 процента, и госдолг может достичь почти 52 процентов от ВВП. Но это достаточно много. Насколько это опасно? Или во времена пандемии это вполне нормальная практика? Ну, дело в том, что вот все это оценивается пока с позиции старых теоретических постулатов. Сегодня все страны Евросоюза, в первую очередь страны-основатели, имеют достаточно большой государственный долг. Никто их за это не наказывает. Это с одной стороны. Латвия просто... Мы все время стараемся вылезти из штанов и быть лучше всех. Но нас как-то за это мало хвалят. Хотя наши правители хотят получить похвалу. По плечу, чтобы их похлопали. С другой стороны, сегодня общемировая экономическая ситуация заключается в том, что в открытую, ну, правда, об этом не говорят, вновь разразился финансовый кризис. В связи с пандемией, с этими вертолетными деньгами и так далее, Европейский Союз в 2020 году сделал общеевропейские заимствия на финансовом рынке. Эти деньги разделил между странами Евросоюза. Эти деньги поддержали финансовый рынок мира. Дальше произошли так называемые СДР, тоже международные права заимствования. Выпущено большое количество денег. Это все для того, чтобы выровнять на бумаге, сбалансировать финансовую систему мира. По сути дела, весь мир стоит на пороге безумной финансовой реформы. Переход от реальных денег, которые мы имеем сегодня, на так называемую цифру. И в этих условиях наличие большого государственного долга у малой страны, которая входит в большую монетарную систему, вот если бы у нас был бы лад до сих пор сегодня, это было бы очень-очень опасно. Мы бы могли скатиться до уровня Зимбабве и других африканских стран, где выпуск банкноты стоит дороже, чем ее покупательная способность. Но мы входим в европейскую систему евро, и именно это нас защищает. Поэтому большой государственный долг в перспективе, если будет вот эта обвальная финансовая реформа, эти долги будут схлопываться, защитываться, взаимно погашаться. Поэтому это для Латвии, для ее финансовой системы не так страшно. То есть вот это наше вступление в еврозону является вот тем зонтиком, это было единственное преимущество защиты нашей маленькой экономики от сверхинфляции. Говоря действительно о налогах, о тех изменениях, которые вступят в силу с января следующего года, насколько они вообще масштабные, какие категории населения они затрагивают, и как вообще вы к ним относитесь? Ну, ситуация достаточно уникальная. Вместе с бюджетом 2022 года правительство не подало, как это принято обычно, документов об изменении в налогах. Что уже, с одной стороны, может быть и неплохо. С одной стороны, неплохо. Сделали они это сознательно, потому что все поправки, все изменения они сделали год назад, принимая бюджет 2021 года. Разнеся во времени, на три этапа разделили налоговые изменения. То есть первые налоговые изменения, принятые с бюджетом 2021 года, года, который сегодня заканчивается, вступали в силу с 1 января 2021 года. Вторые изменения вступали в силу с 1 июля 2021 года. И третий блок изменений вступает в силу с 1 января 2022 года. Ну, первое наступление было связано с микропредприятиями. С 1 января 2021 года вновь в созданном СИИ запретили получать статус микропредприятия. Старым разрешили работать в прежнем режиме до 1 июля. И еще полгода, последние полгода 2021 года, они могли продолжать существовать, имея только одного работника в лице собственника микропредприятия, который был работником микропредприятия. С 2022 года, с 1 января, статус микропредприятия как налоговый режим сохраняется, но сохраняется только для физических лиц. Таковыми физическими лицами являются физическое лицо, которое зарегистрировало свою хозяйственную деятельность налоговой инспекции, так называемое «Саймс Каздарвейбс Вейцейс», лицо, ведущее хозяйственную деятельность. Таковым физическим лицом является индивидуальный коммерсант. Это хозяйственная деятельность физического лица, зарегистрированного в регистре предприятий. Таковым физическим лицом, который может иметь статус микропредприятия, являются крестьянское хозяйство, рыболовецкое хозяйство, индивидуальное предприятие. Для этих физических лиц, всех физических лиц, кто зарегистрировал хозяйственную деятельность, ничего не меняется. Они могут сохранять статус микропредприятия, платить суммы доходов 25 тысяч 25% налога, и суммы, которые превышают 25 тысяч до 40 тысяч, ставка налога 40%. Но я подчеркну, что этот статус микропредприятия очень удобен тем, у кого нет расходов, и он удобен тем, что этот налог комплексный. Вот у нас со стороны правительства, особенно со стороны господина Рейерса, министра финансов, постоянно звучит обвинение, что микропредприятия не платят социальные платежи. Это полный обман, микроузневнодокность, налог для микропредприятий, он комплексный. Для физических лиц он включает в себя две позиции. 80% от суммы налога всегда уходит и уходило на социальные платежи. То есть плательщики микроналога всегда социально застрахованы. И 20% от суммы налога уходило и уходит на подоходный налог с населением. То есть здесь, по сути дела, никаких изменений нет. Второй блок изменений, который вступал с 1 июля, он касался предприятий, людей, работающих неполное рабочее время. Первые результаты мы должны 20 декабря получить от ВСА, ВАЛСА, в нашу агентуру сообщения, о том, сколько кому нужно будет доплатить социального платежа до размера минимальной зарплаты. Но здесь тоже нет ничего такого сложного и страшного, хотя эта реформа обошлась сокращением и увольнением людей, которые работали на неполную ставку. Но я думаю, что предприниматели, получив первое сообщение, немножко образумятся. Я надеюсь, мои коллеги-бухгалтера все-таки немножко включат экономику и смогут посчитать, сколько стоит неполный работник, работник с неполным рабочим временем, и сколько до него нужно доплатить. Доплата не такая большая, но эти люди, они нужны и полезны бизнесу, потому что делать постоянную переработку для людей тоже невыгодно, потому что там возникают сверхурочные. А очень много работ, где нужно не 5 работников, а 4,5 или 6,5 и так далее. Плюс, не забывайте, на эти работы можно принимать безболезненно пенсионеров, инвалидов, студентов, мамочек, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Этот блок у нас вступил в силу с 1 июля. Третье изменение, это самое большое, это была очередная кампания на вступление на доходы физических лиц, которые якобы не платят социальные платежи. Речь идет об авторском вознаграждении. С 1 июля у нас изменились правила налогообложения авторского вознаграждения. То есть с 1 июля этого текущего, 21 года, у нас была такая ситуация. Те, кто получал авторское вознаграждение в нашем текущем 2021 году, по договорам, которые были заключены еще аж в 2020 году и ранее, они весь год могли получать авторское вознаграждение по старым правилам налогообложения. То есть то лицо, которое выплачивает авторское вознаграждение, оно при налогообложении применяло необлагаемый минимум на авторское вознаграждение и сверху на сумму авторского вознаграждения первые полгода платило 5% страхования на пенсию социальную, вторые полгода платило 10% социального страхования на пенсию с авторского вознаграждения. Это было для тех, у кого договоры авторского вознаграждения работали с 2020 и ранее годов. Этот режим заканчивает жизнь 31 декабря 2021 года. С 2022 года этого режима больше нет. Дальше для новых договоров с 1 июля 2021 года на полгода, то есть до конца 2021 года, был введен особый режим налогообложения. То есть новые авторские договора предусматривали, что то лицо, которое выплачивает авторское вознаграждение по новому договору после 1 июля 2021 года, должно было обязано удерживать суммы авторского вознаграждения 25% и платить их в бюджет. Эти 25% и это авторское вознаграждение по новым договорам за вторые полгода 2021 года образует особый доход физического лица. Я подчеркиваю, особый доход физического лица, по которому этим людям нужно будет сдать специальную особую декларацию об авторском вознаграждении. Но это только для тех, у кого вот эти новые договора на эти полгода? Да. И этот режим тоже умирает. Что же у нас с авторским вознаграждением со следующего года? С 2022 года. У нас есть старый режим авторского вознаграждения для тех, кто получает авторское вознаграждение от организаций, которые защищают авторские права. Ну, понятно, да. Типа Абкала и так далее. Это там песни, какие-то еще вот такие вот. Авторы текстов к песням, да, понятно. Да, да. Этот режим сохраняется для этих лиц. Дальше второй вариант. Предложено всем людям, которые получают авторское вознаграждение, зарегистрировать свою хозяйственную деятельность. С 1 января 2022 года. И третий вариант. Есть люди, которые получают авторское вознаграждение, не зарегистрировали свою хозяйственную деятельность. А там есть три варианта, я скажу об этом немножко. Значит, люди, которые не зарегистрировали свою хозяйственную деятельность и будут получать авторское вознаграждение, то лицо, которое выплачивает это авторское вознаграждение, ждет приятный сюрприз. Этот договор авторского вознаграждения приравнивается к трудовому договору. Понятно. Со всеми вытекающими налоговыми отчислениями. Получалось так, на 1 евро человеку, который выплачивался, авторское вознаграждение тому, кто выплачивал его, обходилось еще 20 центов. То есть, евро 20 это стоило. Теперь, если у нас будет режим для авторского вознаграждения без регистрации хозяйственной деятельности, он приравнивается к трудовым отношениям, то цена вопроса становится простой. 1 евро человечку в виде авторского вознаграждения, 1 евро государству в виде двух видов налогов. Социальные платежи и подоходный налог с населением. Это подарок, да. Это подарок. Значит, что нужно делать? Нужно регистрировать хозяйственную деятельность. Для регистрации хозяйственной деятельности для получателя авторского вознаграждения предложен вариант регистрации хозяйственной деятельности как получатель авторского вознаграждения. Такой отдельный специальный режим. При регистрации этого режима у человека есть право на применение необлагаемого минимума авторского вознаграждения. Вроде бы хорошо, но это обычный режим социальных платежей, обычный режим уплаты налогов. Помимо того, что будет уплачиваться подоходный налог с населения, эти люди все равно попадают под обычные платежи, социальные платежи, как самозанятые лица. Это что означает? Если сумма полученного гонорара в месяц составит 500 евро минимальную зарплату, то нужно будет социальный платеж платить в полном размере. Но в этом году это было 155,35 евро за месяц. Сколько будет в следующем году, эта сумма может колебаться, немножко больше, немножко меньше. Потому что могут поменяться проценты. Я хотел такой вопрос задать. Я понимаю, что это не к вам, а к законодателям или к тем, кто все это предлагает, Минфину. Не слишком ли это все сложно? Почему нельзя было сделать это не только к авторскому вознаграждению? Вот есть там, не знаю, налогоплательщик X, физическое лицо. Вот у него доход, который складывается, к примеру, от какой-то заработной платы, где он работает по трудовому договору. И есть какие-то дополнительные доходы, тоже на основании договора. Не просто где-то у него с неба упало авторское вознаграждение, еще какой-то договор, который у него есть, где он консультирует клиента. И все это официально в виде регистрируется. Это не просто какой-то доход, который непонятно откуда взялся. То есть вся информация в виде есть. Зачем нужна еще такая странная процедура, как регистрация хозяйственной деятельности? Я понимаю, если человек вообще нигде не работает, это я понимаю, вдруг у него образовывается доход. Я сейчас объясню. Я закончу вот для тот, кто зарегистрирует хозяйственную деятельность как получателя авторского вознаграждения. Он по этой регистрации сможет получать только авторское вознаграждение. Понятно. Больше ничего. Понятно. А если мы регистрируем обычную хозяйственную деятельность, то получать можно разные виды доходов. Все, что не запрещено. Один из основных видов доходов надо будет регистрировать как код хозяйственной деятельности и так далее. Теперь, почему надо регистрировать хозяйственную деятельность? Если человек не зарегистрировал хозяйственную деятельность и получает доходы, которые налоговая инспекция очень легко открывает. Да. Я напомню, что с 2010 года, согласно закону о налогах и пошлинах, все финансовые кредитные учреждения Латвии предоставляют налоговой инспекции полную информацию о движении по всем счетам своих клиентов. То есть у налоговой инспекции есть полная информация об оборотах по вашим всем банковским счетам. И они очень легко и даже делают такие сравнительные вещи, когда человек получает то, что мы называем письмо счастья. Господин хороший, у вас сумма зарплаты за год 2,5 тысячи, а сумма оборотов по вашему банковскому счету 20 тысяч. Извольте, пожалуйста, объясниться и рассмотрите вопрос, не надо ли вам доплатить налоги. И здесь в этом случае человеку приходится рассматривать и часто приходится платить налоги, потому что он не понимал, не знал, что этот доход облагается налогом. И при этом, если он не был зарегистрировавшим свою хозяйственную деятельность, то у него есть чистый доход, с которого нельзя ничего отнять и с общей суммы надо платить налоги. А если человек зарегистрировал свою хозяйственную деятельность, то у него есть право на оправданные расходы, связанные с получением данного дохода. Но там тоже есть свои проблемы. И вот еще раз говорю, все получатели авторского вознаграждения, значит, вам нужно со следующего года зарегистрировать хозяйственную деятельность. Первый вариант был выбрать статус получателя авторского вознаграждения. Вторые два варианта – это зарегистрировать хозяйственную деятельность со статусом уплаты налогов как микроузнемно-доклист, налог для микропредприятий. То есть входящие суммы заплатить 25%, остальное ваше. Это самый удобный для вас вариант, хотя там есть свои другие ограничения. И третий вариант – это обычный налоговый режим, в котором вам придется самим за себя платить социальные платежи. Поэтому его часто называют «пашнодорбинатость» или «самозанятое лицо». Вот в этом третьем варианте у вас есть доход, который по-латышски называется «инемумс», и правильно его называть «оборот». У вас есть оправданные расходы, но каждый расход должен быть подтвержден бумажкой и фактом оплаты этого расхода. Разница составляет доход чистый, по-латышски «инокумс», и вот с этого «инокумса» надо платить социальные платежи. Там есть уже дальше варианты. В зависимости от суммы этого чистого дохода за месяц мы платим или по полной сумме, или только минимальный платеж страхования на пенсию – 10%. То есть это вот то, что нужно сделать всем, кто получает авторское вознаграждение. Регистрация делается через систему ЭДС. Она не такая сложная. Там нужно иметь три позиции знать, чтобы зарегистрировать хозяйственную деятельность. Первая позиция – это вид хозяйственной деятельности по классификатору «нация». Но большинство людей, которые работают в сфере услуг, в том числе получатели авторского вознаграждения, я рекомендую использовать позицию под буквой «М» – профессиональные услуги. Те, кто оказывают какие-то услуги, швея, какие-то украшения, хобби и так далее, тогда я рекомендую использовать код, который связан с буквой «С». Под ней есть виды услуг и так далее. То есть это классификатор «нация», он выдает вам код хозяйственной деятельности. Нужен код из четырех цифр. Это первое, что необходимо. Второе – нужно выделить отдельный банковский счет, на который будут приходить деньги от хозяйственной деятельности. И этот банковский счет зарегистрировать в налоговой инспекции при регистрации хозяйственной деятельности. Ну и вот третья, с ней самые большие проблемы – это выбор, как вы будете вести хозяйственную деятельность. Там есть три варианта. Первый вариант – вы ведете хозяйственную деятельность по конкретному адресу. Второй вариант – вы ведете хозяйственную деятельность на территории клиента. И третий вариант – вы ведете хозяйственную деятельность в интернете. Называется тимикле по-латышски. Но если вы выбираете вариант тимикле, вы должны указать конкретные названия сайтов, доменов, на которых вы работаете. То есть просто так, как эти работы в интернете, не годится. И поэтому остается первый вариант – указать конкретное место, где вы ведете хозяйственную деятельность. Чаще всего для физического лица – это его домашний адрес. – Да, я хотел спросить, не привязано ли это все, не притянет ли это все за уши? Потому что тот, кто ведет хозяйственную деятельность, особенно в нынешних условиях, он может ее вести в разных местах, не знаю, после работы на каком-то своем рабочем месте, где у него есть трудовой договор. Не знаю, хоть в машине с учетом нынешних коммуникаций. Ведь не получается ли это, что это так привязано за уши, особенно если хозяйственная деятельность многообразна, и есть несколько договоров с разными юридическими лицами. – Нет, но вот здесь вот это чисто вопрос экономический. То есть это классификация экономическая. Или я говорю, что я работаю, используя свой дом, или я снимаю, арендуя какое-то помещение. Ну вот если вы занимаетесь швейными работами, или вы парикмахер, у вас вариант или дома оборудовать место… – Или арендовать, да. – Или арендовать, поэтому это место указывается. Второй вариант – услуги на дому у клиента. То есть услуги у клиента. Кто может такие услуги оказывать? Ну это в первую очередь будет электрик, сантехник. – Физиотерапевт хотя бы на дому приходит, да. – Ну тоже нет, ему нужно оборудование. Даже массажист не очень может заниматься оказанием услуг массажа у клиента. Это вот такие услуги. Пришёл, провёл какое-то обслуживание, какой-то техники, ещё чего-то, да. Это вот работа у клиента. Это те, кто оказывают транспортные услуги, чисто экономические. Даже те, кто производят дома, там пекут торты, печенье и всё прочее, они всё-таки используют домашний адрес. Хотя продают свою продукцию через интернет. Вот не надо путать. Да, то есть услуги, то есть работа на территории клиента, это услуги, как я сказала, сантехник, электрик, там, монтёр, казовщик и так далее. То есть все, кто могут прийти, сделать работу, ремонтники какие-то и уйти. Потому что вы к ним со своим прибором, со своей проблемой не придёте. – Может быть, такой последний вопрос совсем малый. – И, Олег, я закончу. Кто такие тымыклы, кто работает в интернете? У нас очень много, кто сегодня работает в интернете. Через какие-то профессиональные сайты, вот, допустим, кто работает там, Sunway, Coral Club, они работают через сайт вот этих своих поставщиков, продавцов товаров и слуг. Сейчас есть много сайтов, которые предлагают фрилансерам выполнять какие-то работы на заказ. Вот они указывают вот эти сайты, и тогда вот они выбирают этот вариант. Это могут быть программисты, это ещё кто-то. Даже те же, кто обслуживает студентов, извините, продаёт и выполняет для студентов конкретные работы. То есть вот здесь вот такой экономический подход. Его нужно так именно оценить. Ясно. Может быть, тогда последний вопрос, может, совсем мало времени остаётся. Вот эта вся система, она даст, ну, такой, не знаю, желаемый эффект для государства, я имею в виду, как нам говорят официальные лица, чтобы все жители Латвии были социально застрахованы, и чтобы была какая-то определённая социальная справедливость, чтобы все платили примерно, ну, равные налоги в зависимости от своих доходов. Ну, никакого равенства не даст, потому что самые большие доходы получают люди, которые живут за счёт сборов с населения в виде налогов и в виде оказания монополистических условий. Понятно, да. Государству дополнительного дохода, как они говорят, не даст. Главное преимущество, я вот почему постоянно агитирую, регистрировать свою хозяйственную деятельность по нескольким причинам. Первое. Пандемию высветила и сегодня международная тенденция. Есть даже большие международные корпорации отказываются от статуса наёмных работников. И они хотят иметь фрилансеров, то есть они хотят, чтобы их работники сами за себя платили налоги. Чисто бизнес-интерес. Экономия на налогах, оптимизация налоговых платежей – это международная тенденция. Вот даже международные компании на уровне строительных рабочих, которые отправляются в командировку, требуют строительных рабочих, зарегистрируют хозяйственную деятельность. То есть это международная мировая практика сегодня. И пандемия это усилила. С другой стороны, для нас, для жителей Латвии, для большинства людей, нужно спокойствие, спокойно жить. Налог заплатил, и тебя не трогают. Потому что налоговая инспекция уже предупредила, что и Банк Латвии там помог, уже тоже была информация, что как только заканчивается локдаун, а он заканчивается у нас 11 января, это чрезвычайная ситуация, то налоговая инспекция начинает активную работу уже у них разработана программа дополнительно по выявлению теневых доходов. Зарплат в конвертах, теневых доходов физических лиц. Вся информация у них есть. Сейчас они доработали программное обеспечение. Поэтому кому надо, все-таки зарегистрируйте хозяйственную деятельность. Если на момент, когда будут проверять, у вас хозяйственная деятельность будет зарегистрирована, у вас больше 50% вероятность того, что вас за старый не заставят доплатить. Это, кстати, ключевой момент. Не хочется еще доплачивать со скромных доходов. Евгения Зайцева у нас была на прямой связи посредством скайпа. Понятно, что тема многогранная. Мы будем ее, наверное, еще и развивать в следующем году, когда все эти изменения уже, что называется, вступят в силу. Реально спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова